В Твери завершается подготовка к Новому году. В большинстве районов города установлены ёлки. На следующей неделе начнут работу рождественские ярмарки. О том, что нового в этом году подготовили для горожан и на каких площадках пройдут основные события в эти новогодние праздники, наш следующий сюжет. Раньше всех установили новогоднюю ель в городском саду. Она уже несколько дней радует горожан разноцветными огнями. Скоро подсветка появится на деревянной горке, смонтирует новую фотозону. Сотрудники городского сада в этом году создают праздничную атмосферу сразу в нескольких зонах для отдыха. Не только в горсаду, но и в парке Победы и в пойме реки Тьмаке. Закончили иллюминацию подсветки центрального входа в парк Победы. Тоже поставили ёлку, там тоже очень красиво. Если всё получится, и будут погодные условия, и удача будет на нашей стороне, конечно же, горожане получат залитый каток в форме целой протяжённой улицы. В шафтном парке Тьмака планируем организовать городскую лыжню. Трасса будет протяжённостью 3 километра. Также там будет организована горка для катания детей. В ближайшие дни во всех районах Твери установят более 20 новогодних елей. Впервые в городе праздничная иллюминация появилась на старой телебашне рядом с площадью Михаила Тверского. На площади Конституции зажёг огни светодиодный мишка-малышок. В прошлом году администрация проводила конкурс фотографий с этим арт-объектом. Этой зимой горожанам предлагают проверить свои знания и выиграть билеты на новогоднее представление в цирк. Заволжский район почти готов к Новому году. У нас заканчивается подготовка к оформлению района. И 10 числа мы готовы уже полностью включить наш район. Пользуясь случаем хочу объявить приятный конкурс предновогодний «Викторину», который будет проходить в социальных сетях города Твери, а именно в Инстаграме. «Викторина» пройдёт на официальной странице администрации в Инстаграм. На улице Трёхсвятской традиционно будет работать рождественская ярмарка. В этом году она откроется раньше на неделю, уже 15 декабря. Очень много интересных сувениров, сделанных своими руками, планируется представить в этом году. В этом году у нас новые зоны для фотографирования. В этом году у нас будут замечательные золотые олени. И в этом году у нас будет подкова на счастье. Мы ещё сами не видели, что к нам приедет. Очень надеемся, что это будет красиво. Ярмарка на Трёхсвятске начнёт работу в следующую субботу. Тут можно будет купить подарки и отдохнуть. Во все выходные дни на ярмарке запланирована развлекательная программа.